Унылая пора от чьей очарования Приятна мне твоя прощальная краса Привет, мои дорогие и любимые зрители Вот и наступила осень Золотая, красивая, классная Та самая осень, которую так любили наши русские поэты А мы с вами не виделись ровно две недели И вы спросите, где я был все это время И я вам отвечаю Каждый день на протяжении этих двух недель Мы снимали для вас это видео Это огромный объем трудов моих мастеров Это огромный объем операторской работы И сейчас мы готовы показать вам результат всех наших трудов И, как и обещал в прошлом видео Вы увидите сегодня именно финальный результат по покраске И, кстати, мы уже на процессе сборки Но об этом обо всем попозже На этом моменте я вас всех крепко обнимаю И желаю вам приятного просмотра Ну что, вы готовы? Вы готовы? Сегодняшнее видео полностью будет посвящено покраске Как вы помните из предыдущего видео Мы доставили кузов сюда И теперь наша задача, соответственно, покрасить Мы не теряли время зря У нас уже отшпаклеваны некоторые места Уже капотом позанимались Тоже его отшпаклевали, рехтанули И сейчас у нас задача взять и отгрунтовать кузов, детали И мы это будем делать поэтапно Сейчас мы поставим кузов И начнем работать под днищу Загрунтуем, намажем кистьевой герметик Шовный герметик И уже после этого покрасим днище И после того, как оно все будет покрашено Мы его выставим и уже начнем сверху всем заниматься и работать Ну что, все? Переходим от слов к делу Субтитры сделал DimaTorzok Ну все, моя часть работы закончена И, как говорится, сделал дело, гуляй смело Но в моем случае Сделал дело и играй смело В игру Raid Shadow Legends Оказавшись в центре исторической борьбы Которая бушует тысячи лет Вы будете сражаться с благородными королями И темными волшебниками Раскройте пророчества, проклятия и предательства Встретите на своем пути Множество враждующих фракций Крутые чемпионы, крутые боссы Миллионы игроков Постоянно обновляющийся контент и геймплей Самое крутое Это то, что игра максимально возвращает меня Знаете, в те времена, когда я ходил к соседу Играть в приставку Но сейчас мне это делать не нужно Эта игра всегда со мной Ну и помимо крутого геймплея Там еще есть невероятное количество 16 фракций И в каждой этой фракции огромное количество героев Есть орки, оборони, варвары В общем, многие-многие другие Но мне лично по душе, как фанату, можно сказать, рыцарей Это священный орден Выбирая чемпионов самой фракции Вы можете обратить внимание на их класс Легендарные, эпические, редкие чемпионы Также у каждого чемпиона есть свои навыки и скиллы Ну по мне, так вот это просто самое крутое здесь Но если вы среди всего этого количества чемпионов Не нашли именно того единственного, которого вы жаждете То у меня для вас отличная новость Рейд постоянно выпускает новых чемпионов И вот вам концепт-арты некоторых из них Над которыми Рейд сейчас активно работает Обратите внимание на детали этих персонажей Вы просто не увидите такого качества и детализации В мобильном гейминге где-то еще Лично мне уже не терпится взять одного из этих чемпионов И зарубиться в моем любимом режиме кампании Где вы можете прокачивать чемпионов И идти по озвученной сюжетной линии Кстати, мой ник в игре Custom Box Так чего же ты ждешь? Прямо сейчас, переходи в описание Качай Рейд только по моим ссылкам И в качестве нового игрока получи 50 тысяч серебряных монет 50 рубинов 5 загадочных осколков Запас энергии 1 день ускоренной прокачки Ключ кланового босса А также крутого чемпиона вражая в качестве бонуса И поторопись Бонус будет доступен только следующие 30 дней До встречи в Рейд Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ну что, начало положено Кузов за грунтом Также детали кузова отдельные И дальнейшие работы Это шпаклевка Где нужно что-то подмазать И большой объем будет у нас Мы хотим закрыть вообще все днище Шовным герметиком Как я уже говорил ранее Вы, может быть, не в курсе Но с завода вообще, в принципе Так как это военная техника Там все топором рублено Все кое-как там сварено, приделано И очень много отверстий Все продувается Отосюду утечет вода И мы хотим от этого избавиться Поэтому максимально все швы Которые у нас есть под нищу Мы будем промазывать шовным герметиком Ну и уже, соответственно, после этого Мы будем покрывать грунтом эпоксидным специальным И специальной краской Про которую я тоже до этого рассказывал В старых выпусках Это будет Это вообще отдельная будет история Про краску я вам чуть позже расскажу Но она будет просто эксклюзивная Специально, можно сказать Для этой тачки Такой краской вообще, в принципе, машины не красит ДИНАМИЧНАЯ ЗАСТАВКА ДИНАМИЧНАЯ ЗАСТАВКА ДИНАМИЧНАЯ ЗАСТАВКА ДИНАМИЧНАЯ ЗАСТАВКА ДИНАМИЧНАЯ ЗАСТАВКА ДИНАМИЧНАЯ ЗАСТАВКА Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Как вы уже поняли, у нас практически все готово к тому, чтобы начать по краске. Но перед этим я хочу вам рассказать, как и обещал, про, собственно, эту саму краску, что это за краска, чем она таким вот отличается особенным и почему именно на нее пал наш выбор. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Все вы знаете мою огромную любовь к японским автомобилям и вообще, в принципе, к японской культуре в целом. И для меня вообще было большим открытием, когда я узнал, что название данной краски в переводе на японский означает «Эмаль». Собственно, название этой краски – Эномеро. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Но, несмотря на красивое японское название, это чисто российский продукт, который выпускается в городе Санкт-Петербург. В 2016 году завод Эномеро начинает производство эмалей, одними из которых является эмаль по окрашиванию окон ПВХ. И, на секундочку, на сегодняшний день этими эмалями окрашивается около 85% всех ПВХ окон России и СНГ. И в 2018 году завод начинает производство специальных эмалей, волококрасочных материалов с повышенными антикоррозийными свойствами, которые могут защитить от коррозии на срок 20 и более лет. И именно этими материалами мы будем красить наш ГАЗ-69. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Давайте теперь я вам отдельно расскажу по каждому материалу, что есть что, для вообще полного понимания, за счет чего вообще, собственно, у нас будет эта суперзащита. Начнем мы с грунта. Грунт у нас эпоксидный. То есть, в принципе, здесь обычная схема. Идет грунт, краска, лак. Эти два баллончика – это отвердитель и разбавитель. То есть, кто не знает, краска, грунт, они все идут густые, их нужно, собственно, разбавить. А для того, чтобы они потом высохли, нужно добавить отвердитель туда. Так вот, вернемся к нашему грунту. Это эпоксидный грунт, который, собственно, и обладает теми самыми волшебными антикоррозийными свойствами. Покрываем им. Потом переходим к краске. Краска у нас классическая. То есть, у нас был вопрос по поводу цвета. И я выбрал вообще классический РАЛ 6003. Это классический РАЛ военной техники. Собственно, завода вся военная техника, в том числе и от ГАЗ-69, красится именно в 6003. Краска у нас называется поликрил иномаль. И чем она отличается от обычной краски? Отличается она тем, что она дает хорошую защиту от ультрафиолета. И, собственно, сама тоже не выгорает, не выцветает. И можно, в принципе, оставить покрашенный автомобиль только ей. Но он будет матовый. Поэтому, чтобы и глянец дать блеск и сделать дополнительную защиту, мы это все делаем порой лаком. И я на 100% уверен, что весь этот, назовем его, пирожок, пирог из вот этих крутых материалов, даст нам просто максимальную защиту, благодаря которой Василий Алексеевич будет еще долгие-долгие годы кататься на своем ГАЗ-69 и радовать всех окружающих своим блеском и блеском автомобилем. Я надеюсь, вам все подробно объяснил и разъяснил. И теперь вы, как и я, на 100% уверены в том, что ГАЗ-69 будет покрыт качественными, надежными, долговечными материалами. Кстати, материалами на МЭР можно покрывать не только металлические покрытия, но еще и стекло, стеклопластик, пластик, порошковое покрытие, еще много-много всего. Поэтому, кому такие материалы необходимы, переходите в описание. Я оставлю ссылки все. Смотрите, обращайтесь, читайте информацию на сайте производителя. Там очень много ее. И пользуйтесь, все для вас, ребята. Ну и перед тем, как приступить уже непосредственно к самой покраске, я, конечно же, хочу выразить огромную, просто огромнейшую благодарность, прям вот сердечное, человеческое спасибо, не только от меня лично, но я думаю, от вас тоже, генеральному директору ИНОМЭРу Дунаеву Владимиру Михайловичу. Спасибо вам огромное за то, что предоставили нам эти материалы. Участвуйте в нашем благотворительном проекте. И материалы, кстати, предоставлены только окраске узла, а еще и для нашей рамы. Спасибо вам огромное. Вам всего-всего в этой жизни. Все, приступаем теперь к покраске. Саня! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Мы сделали это, мы покрасили газ-69, и все, что нам только остается, это отвести кузов к Феде, чтобы началась уже финальная практически сборка. Перед этим Феде нужно будет покрасить раму, для этого я ему отвезу также специальную краску для спецтехники, для этой рамы. ДИНАМИЧНАЯz Королка, малышка сломалась, настала очередь. О, смотри, решетки не будет здесь одинок, откуда вообще это у тебя здесь? Это талисман. В багажнике талисман возишь. Мне вот туман подарил Дамакуна, я его в машине уважаю, талисман в багажник засуну. Капот, самое главное, капот у нас, капот залез. Фабия же, да, это? Да. В Фабии у нас капот назад залез. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что, как тебе? Круто. Круто. Лучше, чем с завода. По крайней мере, блестит явно лучше. Цвет у него, кстати, другой, да? В помещении он был один, а сейчас он такой. Ну, такой, достаточно интересный цвет. Ну, типа, во всех каталогах, вот этот 6003 RAL, он идет как вот именно RAL всей военной техники. Да, да. Он так называется. Правда, в войне американская, но в данном случае это не принципиально, считаю. Вот. Здесь внутри тоже везде, видишь, покрасили везде, короче, шовником прошли. Хоть ты и говорил, не надо, но мы, короче, все решили вообще прямо здесь загерметить. Снизу, соответственно, тоже не жалели, короче, краски, лака. Все снизу больше так же, как и здесь сверху. Фух. Так. Что, пойдем? Мы тебя порадовали кузовом, а ты нас порадуй рамой от песочной. Покажешь нам, что там произошло. Ты, короче, еще не отдувал, надо сказать. Точнее, я уже отдувал, но в процессе... Что-то еще песочный. Ну, в целом, как? В целом, две накладки надо будет на усиление сзади приварить. Я просто швеллер приварю. Вот, и все. Ну, нам завтра ее нужно красить. Пожалуй, будем красить. Соответственно, вот эти все моменты, может быть, тогда подпесочить тебе с утра. Ну, вот эти... Обдуем, посмотрим. Обдуть, да, еще раз пройти, чтобы завтра играем ее. Да? Покрасить. Все. Огонь. Пошли тебе капот отдадим. Еще. Самое... Самое главное, можно сказать, часть. Лицо. Лицо автомобиля, капот. Решетка. Блин. А, решетка. Да, кстати, решетка. Капот, решетка. Блин, вот сейчас вот как-то, типа, все более-менее, да, в пространстве вообще вот, ну, по-другому все совсем выглядит. Когда вы находитесь в помещении, вокруг этого кузова вот так вот ходите, вы не совсем понимаете, как вообще это выглядит. И вот сейчас я вижу, как это стоит на улице, и, блин, уже какой-то вид появляется вот. И я сейчас начинаю накидывать просто в мыслях. Капот, решетка, там, короче, крылья. Блин, бампера черные наши покрашенные. Ну, вообще конфетка. Короче, раз, красота. И два, тебе резьбовой этот. Умеешь ты, да, с ним обращаться? Нет, конечно. Ты развеешь, что это? Ну, блин, слушай, некоторые не умеют. Капот еще, это, положи ее, и пойдем капот вытащить. Ну, правда, что, вот много из вас кто, я понимаю, он этим занимается, но есть такие ребята, которые очень много все умеют, а когда им даешь резьбовой, как он называется, блин, заклеплен, заклеплен. Короче, под резьбовые клепки, да, вот эту фигню, и все начинают голову ломать, а что, куда? Классная штука, кстати. Когда он сделает, я вам покажу эти клепки. Ты что нашел? Откуда? Не знаю, Федь тут, видишь, оружие собирает, Федь. Федь, а это... Это муляж? Это муляж? Это ММГ был когда-то. Модель масла говорит. Если ты быстро не сделаешь газ, то ты меня... Ты понимаешь, да, что будет вообще? Тут тебе будет. Какие-то машины что-то разбирают уже. Вот. Чего там? А? Ставить их на датчики надо. Вот. Ставить газели. Холостой будет нормально. Газелисты, сходка газелистов, кстати. Сходка волговода. Снова помощник. Иван, да, Иван, нам снова помогает в нашем нелегком труде по перевозке кузова вообще. Страна должна знать своих героев. Да. И не побоюсь этого слова, страна. У нас уже многие говорят в комментариях, пишут, что это национальный проект, можно так сказать. Было бы круто вообще, когда мы поедем отдавать, чтобы в этом регионе вообще местное как минимум телевидение бы приехало и как бы тоже зафиксило все это дело. И показало всем людям, что нужно заниматься хорошими, добрыми делами. Вот. На этом сегодняшний день наш заканчивается и мы, как всегда, по традиции сразу переносимся в наш следующий день. Магически переносимся. Магически. Или через вспышку. Трахте виду. Трахте виду. Вот вам волшебство. Переместились мы в другой день. И как вы можете наблюдать, раму закатили внутрь. Пытаемся сейчас ее выставить, чтобы снять колеса. И колеса сейчас, возможно, сразу повезем к Лехе. Чтобы там отписочить, покрасить. Резина уже, кстати. Если, не знаю, получится так, совпадет, не совпадет по времени. Но, я думаю, еще будет актуально. Если у кого есть контакты компании, которые занимаются покрышками, резиной, шинами, да. Дайте, пожалуйста, знать. Возможно, заинтересует участие в нашем проекте. Мы не можем найти партнера, да, спонсора, участника проекта. Именно по покрышкам пока порезения. Это прямо для нас актуальный, очень насущный вопрос. Вот. Ну что, для того, чтобы покрасить раму, соответственно, Федя сказал, что он не может, он не знает. Специально для этого у нас прибыл наш дорогой, драгоценный Александр. Специалист высшего разряда. И, собственно, он сейчас произведет все необходимые покрасочные работы с раму. Ну и все. И после этого мы уже поедем другими делами заниматься. 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 И. В історий. Субтитры сделал DimaTorzok Все, наша рама загрунтована, Александр на заслуженном отдыхе, но на временном. Сейчас мы будем переходить уже непосредственно к покраске. И красить мы будем тоже краской на меру, но чем она отличается от краски, которую мы красили кузов, то что эта краска специально для спецтехники, прям вот вообще для максимально экстремальных условий. И в принципе эта эмаль, она самостоятельная, то есть она модифицированная, эпоксидная, полуматовая, с прямой адгезией к металлу. Мы могли вообще в принципе ей сразу красить, но используя еще эпоксидный грунт, это дает вообще максимальную защиту. Собственно технология наша вот такая, эпоксидный тот самый грунт, краска для спецтехники и получаем супер крутой результат. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Ах, красота! И знаете, сам кайф этой краски в чем? В том, что она моментально практически сохнет. Грунт нужно долго ждать, чтобы сох, но с применением краски для спецтехники не обязательно ждать, и можно играть по технологии типа мокрый по мокрому. Ну и вот я уже трогаю все сухое практически. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Уже к сборке, то есть все элементы практически готовы. Нам осталось по мелочи покрасить малярки, я это все подвезу. И наше следующее видео будет как раз, наверное, вот знаете, про такую всякую разную приятную мелочевку. Потому что, откровенно говоря, всю полную сборку мы вам не хотим показывать до момента, пока Василий Алексеевич не получит машину, потому что ему показывают наши видосы, как мы делаем автомобиль. Василий Алексеевич, здравствуйте. Вот, поэтому следующий видос у нас будет такой, знаете, мелочевка. Мы займемся дисками, мы займемся салоном, мы займемся, там, покупкой недостающих запчастей, мы займемся крышей, крышей. Вы все спрашиваете про крышу. Крыша будет в следующем видосе. Но мы, конечно... А, двигатель от Антона мы привезем, он тоже готов. То есть у нас все, вот знаете, уже практически готово. И осталось только вот эти вот пазлы сопоставить. Вот. Ну и, я думаю, достаточно скоро уже будет, конечно, наш финал. Поэтому, чтобы не пропустить, подпишитесь на канал, сделайте прямо сейчас. Вы крутые, вы большие молодцы, то, что в прошлом видео вот эту вот цифру мочить, начали просмотр без подписки. Спасибо вам огромное. Продолжайте делать себя в том же духе. На этом я с вами прощаюсь. Вас всех крепко обнимаю. Просто вы мои самые дорогие и любимые зрители. Как всегда, желаю вам всего самого лучшего, что только есть на этой планете. Все. Крепко обнял. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok